всем привет я оля это мой канал о вязании я вам обещала надолго не пропадать но как только мы приехали из шотландии меня просто завалили все вокруг какими-то делами и я помогала сестре с переездом потом воскресенье ездила в бамберг к тане вязальный магазин который скоро откроется общем об этом тоже сегодня пойдет речь видео в общем это вязальный магазин один из ну и таня конечно один из самых таких главных наверное участников этого видео давайте обо всем поподробнее сегодня я покажу вам еще свои процессы и подарю вам подарок я решила что наверное пора подарить какой-нибудь подарок тем более что началось лето и самое время начнем пожалуй с поездки в бамберг я прошлое воскресенье как я уже сказала я была в бамберге помогала немножко там с открытием магазина и взяла у тани интервью я как-то рассказывала вам что хотела бы чтобы у меня на канале вышел такой рассказ стане как получилось вообще что она открыла вдруг внезапно для себя для да и для нас магазин пряжи меня эта история очень вдохновляет вдруг когда ты у меня вот так внезапно появится магазин пряжи это конечно мечта и поэтому эта история меня так вдохновляет так воодушевляет давайте же послушаем этот рассказ я приехала сюда по делам в общем я целый день провела в магазине воли пур и у меня здесь есть еще один человек в общем это то они я вам про нее уже рассказывал это таня которая внезапно открыла магазин в бамберге и вот всем привет но я вам говорила запомнить дату 8 июня потому что будет открытие магазина и я говорил что я очень хотела бы чтобы таня у меня на канале рассказала эту историю как вообще произошло такое что открылся магазин и внезапно это произошло ты совсем не планировала просто но давай расскажи нам магазин сперва в общем закрыл началось с того что магазин закрылся магазин этот был центральный практически единственный в бамберге пришлось сменить локацию потому что мимо нас все время ходили люди нам мешали так продолжаем разговорами в общем магазин этот 16 лет успешно существовал в бамберге владельцы семья местная значит отсюда решили уйти на пенсию и я приехал свекрови на пасхальные каникулы узнала что мои сертификаты значит в этот магазин на пряжу нужно срочно обналичить потом висит объявление обналичить сертификаты до конца марта потому что магазин даже не написано было что он закрывается за об этом не сообщила значит свекровь как закрывается зачем закрывается в общем последний день думаю дай загляну у меня там немного осталось найти сертификата я думаю надо зайти в любом случае узнать что как почему попрощаться вот но в этот день было много дел мы снимали другу на видео вам праздничное поздравление встречались народом в общем я как-то пропустила время и уже было четыре часа магазин собственно должен был закрыться день был последний все я думаю ну не попало ладно идем в город пить кофе я думаю загляну на всякий случай вдруг еще последний день кто знает захожу значит мимо шампанское еще наливает самое главное считается уже почти никого нету хозяева рассказали что они просто решили действительно уйти на пенсию они 16 лет занимались магазином было хорошо хватит в общем они решили это дело свернуть я говорю и что дальше значит кто кто как никого не нашли нет желающих не нашли они последователи чтобы это значит магазин взял тут у меня тут желающий появился я думаю ну как так такого не бывает это практически вот в центре я куда ходила каждый раз приезжая бамберг идешь на выходные и вообще разнообразие такое и как же город останется понимаешь ли без последователей я говорю но у меня большое визуальное комьюнити вообще много это право из этого из этой области может я поспрашиваю не может так чтобы вы никуда они говорят еще не поздно в общем помещение есть еще не поздно но людей нету мне дали контакты мы обменялись я закупилась празднично со скидкой еще в последний момент прикупила немножко прекрасной пряжи не знала ты еще тогда что это будет твой магазин но пряжа классная поэтому чужели ну в общем я поспрашивала все пахали говорят таня бери шутку никаких желающих парней не нашлось я как-то день один было праздничное пасхальное воскресенье особо не обращала внимание отключилась а потом видимо где-то фоном мысль уже шла и не давала мне покоя я начала прокручивать думаю ну нет это наверное реально дорого центр исторический центр города туристический центр города я не потяну потом думаю ну а что я собственно говоря как сказать выдумываю надо спросить просто конкретно узнать на каких это все условиях и как это работает в общем на следующий день я написала хозяевам мне выдали все цифры раскладку и как это работало я ночь почти не спала думала думала списалась созвонилась родной народ поддержал друзья поддержали связального сообщества на народ поддержала семьи и в общем я думаю ну это такой шанс это такой случай случайный который до случайности не случайны до упал я думаю я просто должна попробовать это я не предприниматель у меня нету опыта не ведение бизнеса не закупок я просто очень люблю мне кажется это и лучше зато ты будешь подходить к этому да не как коммерческий человек а как любитель ну хорошо бы найти здоровые балансы какую-то да это смесь ну в общем добро пожаловать в магазин восьмого июня мы открывается вот уже два месяца как борьба с немецкой бюрократии и в общем закупки подготовка ремонт и прочее на инстаграме можно проследить за за тем как все это готовится ссылка на инстаграм будет в инфобоксе расскажи что будет на открытии почему стоит прийти на открытие открытие стоит приехать даже просто посмотреть на этот чудесный город кто еще не был в бамберге я всем рекомендую the must have просто чудесно провести субботу даже если вы не попадете в пряжный магазин но на открытии будет будет конечно праздничный прием шампанским и прочими напитками небольшими угощениями будет новый ассортимент пряжи не все будет новое я оставляю основу которая была в магазине что клиенты которые привыкли что-то покупать или ищут знакомое тоже найдут знакомое но мы будем предлагать новые марки новые бренды новые артикулы которых не было вообще в бамберге в продаже и в общем не было в этом магазине до этого вот будет будут подарки приглашение мы распространили по городу оля может быть покажет эти как они выглядят и можно собрать 5 открыто получить подарок можно прийти оставить свой имейл и получить скидку мы будем крутить колесо фортуны удачи 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 значит там тоже будут призы и подарки и соответственно будут скидки на первые недели и месяцы тематические чтобы познакомиться с ассортиментом чтобы узнать магазин получше обязательно приходите на открытие до встречи то ли вас пригласила я тоже вас очень сильно сердечно приглашаю на открытие магазина в базе бамберге тем более что это случится в день вязание на публике и я там тоже буду будет почти вся наша вязальная банда девчонки собираются приехать несмотря на погодные условия сейчас вот в германию просто затапливает многие регионы у нас пока все в порядке надеюсь что так она и останется в общем я тоже там буду приезжайте подходите поздороваться познакомиться мне будет очень приятно почему же я так много времени уделяю этому магазину и это наверное тот момент заголовки который может быть вас привлек к этому видео да в моей жизни происходят вот прямо сейчас перемены я выхожу на работу я планировала выйти на работу в сентябре на свою основную работу программистом вернее я там работаю все это время но я работаю такое маленькое количество часов это такая скорее подработка у меня и я сказала себе что ну вот ребенок выходит в школу начинается до школа и хватит уже этот затянувшийся декрет пора уже выходить на работу и я решила что ну все сентября я выхожу но тут а не открыла магазин и вы знаете я это восприняла как какой-то знак судьбы я спросила то они не нужен ли продавец и она сказала что очень даже нужен и она была бы очень рада в общем я выхожу на работу в этот пряжный магазин кстати они в качестве продавца я буду работать там три раза в неделю вот начиная уже с июня с открытия магазина поэтому добро пожаловать и я буду очень рада проконсультировать вас если смогу по поводу пряжи и чем-то помочь что-то подсказать я буду очень вам признательна если вы придете в этот магазин и со мной повидаться и какую-то пряжу приобрести в общем добро пожаловать и на открытие и на в дальнейшем в качестве покупателя в наш магазин что касается вот этих загадочных открыток которые тая тоже упомянула вот так они выглядят я сняла такое небольшое видео небольшое в общем на открытии у тани планируется всякие разные планируются развлечения и фуршет и какие-то игры и вот подготовка к открытию идет уже полным ходом довольно давно таня распространила в бамберге в разных популярных заведениях это могут быть там кафе какие-то допустим какие-то публичные такие места распространила эти открытки и вот тот кто пять открыток соберет и принесет на открытие получит подарок я взяла тоже несколько открыток и распространила их у себя в городе швайнфорд так что если вы со мной из одного города у вас еще есть время поискать открытки по городу я старалась их тоже разложить какие-то такие людные публичные популярные места в общем ищите открытки приносите на открытие и получаете подарок от магазина воля пур это та самая новость сногсшибательная я как бы эту новость знаю ты уже давно и делилась ею в группе круглые кокетки и очень рада этому повороту в моей судьбе я хотела бы конечно работать больше в каком-то магазине пряжи меня это вдохновляет сейчас больше чем работа программистом поэтому я приняла такое решение вот и надеюсь что все будет гладко у меня получится ездить до мне довольно далеко ездить в бамберг где-то наверное час небольшим я буду добираться в одну сторону до работы я знаю что для многих это вообще не расстояние но мы так немножко в германии я живу в небольшом городе вернее даже в деревне прилегающие к небольшому городу для меня это как бы сначала такие пугающие расстояния но я думаю что все будет хорошо ездить я буду на поезде в поезде я буду вязать я так себе придумала в общем одна радость у меня от этого события казалось бы выход на работу да а я настолько с таким воодушевлением к этому отношусь и очень сильно радуюсь вот давайте дальше поговорим о моих процессах у меня есть готовые работы но я наверное выделю их в отдельное видео потому что я вам уже много раз эти процессы показывала там и носки у меня с сиренью готовы полностью и кардиган там с кардиганом еще пока непонятно в общем увидите все в видео с готовыми работами я просто пока еще до конца не определилась с кардиганом вот но процессы я вам покажу и вот как раз для магазина воли пур я показывала вам эту пряжу что таня мне ее дала с собой в один из дней когда я приезжала это вот такая пряжа обаут берлин фанки так она немножко так полетел пушок но здесь она такая как бы немножко травка да и здесь пушок-то этот он хлопковый как бы 83 процента хлопка 17 процентов полиамида так рекомендованные спицы четыре с половиной пять я в общем-то на пятерки и вяжу и 130 метров 50 граммах в общем я вижу майку я думаю что на тот момент когда выйдет это видео я уже майку довязала я немножко так заранее вяжу очень быстро вяжется на пятерках вот сейчас по кругу и я вижу такую кроп укороченную майку на размер наверное с это в общем то изделие которое будет висеть в магазине на манекене и представлять демонстрировать вот эту такую прикольную фасонную пряжу хлопок при этом вот такая травка очень приятное полотно я пробовала разные варианты и такие дорожки из пущенных петель пробовала но вот что-то мне лицевая гладь больше всего понравилось и я ею и вяжу ориентировочно наверное у меня уйдет три мотка то есть 150 грамм на вот такую кроп майку вязание приятное на толстеньких спицах и я тут активненько ее продвигаю в общем-то рассказать мне здесь нечего я вяжу ее без всякого описания просто по кругу да и потом буду делать убавки на проймы на вырез горловины вот эти все дела я такие вещи в общем-то ну сама рассчитываю мне никакое описание не нужно так так же когда мы ездили в шотландию кстати да раз я заговорила о шотландии у меня вышло два видео о поездке в шотландию одно из этих видео это четвертый день мы снимали каждый день отдельное видео вышло у девчонок то есть там за четвертый день отвечала я за первый день отвечала юля и мы эти все видео собрали в носок уже вам показываю все эти видео мы собрали в один плейлист и вот у меня получился мне кажется такой классный четвертый день и само это видео очень нравится если вы еще не смотрели я ссылку сейчас оставлю на экране и и конечно в инфобоксе будет ссылка на плейлист со всеми видео абсолютно со всеми после вот этих хроник шотландских каникул у нас выходили еще отдельное видео где мы показывали покупки подарки поближе рассказывали про нашу шаль вот это тоже одна из моих готовых работ в общем об этом подробно тоже у меня вышло видео тоже ссылку оставляю и в плейлисте оно тоже добавлено и вот когда я была в шотландии мне нужно было взять какой-то с собой процесс желательно небольшой у меня была только ручная кладь и я решила что это будут носочки на деревянных спицах я научена горьким опытом с металлическими спицами в самолете поэтому я взяла так я вот вижу здесь второй носок ну вот взяла спицы от воли рюдель это спицы 225 деревянные очень красивые я их просто обожаю они идеальные на мой взгляд 15 сантиметровый у меня вот такой вот наборчик и вот это то что осталось от пряжи я вижу второй носок значит что касается пряжи это пряжа от или до дизайн от алены алена тоже будет на открытии магазина я надеюсь вы тоже сможете с ней познакомиться это волшебная девушка красит пряжу только натуральными красителями смотрите какие оттенки это пряжа у меня еще немножко с люрексом вот очень красиво нежно ложится в под в полотно и полотно такое у меня напоминающие хеликс и вот как раз эти носочки эта модель которую я вижу в совместнике у гали галя разработала вот такую стопу так вам видно что нибудь я думаю сейчас очень хорошо видно в общем это стопа называется песочные часы она анатомическая она идеально ли на ноге сидит в общем я давно хотела эту галину стопу освоить и тут галя объявила новый набор совместник я решила что я иду и в общем у меня все срослось и галин совместник и в общем вот эта пряжа волшебная с которой я хотела давно повязать и то что я могу ее на деревянных спицах их эти носочки повязать в общем я ездила в шотландию с этими носочками они пока не постиранные да не заблокированные пока они немножко такие корявенькие но уже очень красивые чем после стирки будут вообще идеальные так это у меня здесь висит сувенир из шотландии вот такой я приобрела там но для меня это маркирочек для кого-то может это брелок какой-то это шотландский терьер в общем такой вязальный тоже у меня сувенир из шотландии что еще сказать по этим носкам кроме того что они и и с идеальной просто стопой и после стирки еще лучше будут выглядеть а сидит на ноге тоже очень хорошо когда довяжу буду за готовую работу отчитываться готовой работе отчитываться обязательно покажу вам как эти носочки сидят на ногах вот расход пока тоже не знаю и размер где-то наверное у меня 39 что же касается описание совместника она просто идеально это описание там все очень подробно расписано и видео пояснение еще по каждому этапу есть насколько я знаю галя это описание не продает но она периодически проводит бесплатные совместники по этой стопе и я вам рекомендую подписаться на или телеграм галей и youtube канал ее тоже я обязательно оставлю ссылку на него в инфобоксе в общем вы подписывайтесь и посмотрите что там когда будет следующий совместник я не знаю будет ли можете задать вопрос в общем-то все что угодно вот второй носочек я вижу очень захватывающий такой процесс потому что знаете для меня самая наверное сложная это вывязывание вот стопы потому что когда вяжешь резинку ты еще там тебе интересно как пряжа ложится ты в там начале процесса пагалинок тоже окей пятку вообще интересно вязать а вот потом вот это до мыска вот это долгая меня очень утомляет а здесь в общем если вы один раз поймете схему да как это все вяжется она потом будет вязаться у вас эта стопа интуитивно и она как я уже сказала отлично сидит на ноге и быстро вяжется из-за того что ты все время в каком-то экшене находишься тебе нужно это убавлять то прибавлять мне это очень нравится это все логично для меня и в общем очень рекомендую переходите галим обязательно в телеграм так надеюсь у меня как раз эти носочки сумочки которые мне юля в шотландии подарила ой какая прелесть идеальная сумочка для как раз проекта носочного так еще хочу поделиться с вами покупкой это такая спонтанная покупка которую я иногда совершаю знаете у меня есть рубрика в круглых кокетках покупки о которых я пожалею я вот таким образом купила вот эти блокаторы с китайского сайта это вот эти которые зубчатые у которых переставляются размеры они абсолютно не держатся и вот я вышла таким способом резиночками это резиночки которыми пакетики закрывать да для кухни в общем я вот этими резиночками вот так их сцепила потом буду передвигать снова сцеплять ну что-то что буду как-то выкручиваться потому что блокаторы ужасные у меня хроническая катастрофическая нехватка блокаторов для носочков особенно там на какие-то разные размеры у меня есть одни мои любимые которые я выигрывала вязание на выбывание и в общем они у меня вечно заняты и мне не хватает в общем о спонтанных покупках так у нас что-то потемнело за окном с одной стороны шпарит солнце с другой стороны туча набегает в общем скорее всего пойдет снова дождь если картинка какая-то темная стала то я извиняюсь в общем покупка айн ойру шоп там где все по одному евро магазин да там уже давно все не по одному евро евро 30 стоит моток вот так называется пряжа штрикгарн текстиль мне кажется я уже покупала от этого производителя какую-то пряжу это вот такая пряжа самого наверное бюджетного сегмента и вот эта текстильная пряжа моточки по 50 грамм что конечно ужасно но здесь 72 процента хлопка 28 полиамида 50 метров 50 грамм шнурок да трикотажный шнурок и я попробовала я начала уже вязать дно у сумочки и и очень хороший шнурок абсолютно равномерный я как-то покупалась текстильный шнурок в магазине тэдди и он был такой какой-то бракованный то толстый то тонкий вообще никакущий вот этот отличный шнурок чуть-чуть эластичный абсолютно ровный без всяких утолщений очень рекомендую загляните в аэр-шоп мне кажется отличная будет вот авоська на лето я вижу авоську по своему уже мастер-классу у меня есть бесплатный на канале давайте оставлю ссылку мне кажется это очень хороший мастер-класс я показываю как сделать время как связать авоську по кругу без шва там такой столбик подъема определенный я показываю как вязать столбики с накидом чтобы не было вот этого сдвига полотна чтобы у вас не получалось немножко такое по спирали полотно в общем мне самой очень нравится этот мастер-класс и я снова его открыла вяжу донышко по нему а вот тело авоськи может быть буду вязать как-то по-другому может быть в горошек может быть просто в дырочке я недавно находила какой-то референс такой случайно мне попадался в интернете я его себе сохранила не помню честно говоря уже как он выглядит надо еще раз посмотреть вдохновиться и вот может быть связать не знаю кому будет сумка просто захотелось повязать крючком и шнурок вот этот понравился недостаток у него только в том что он 50 метров 50 граммах ну как-то придется может быть незаметно соединять надо посмотреть на краешек может быть даже и сшить ну вот просто иголкой два кончика шить между собой чуть-чуть наложить по-моему я с какой-то пряжей я так делала и хорошо было не видно было в полотне когда я именно вот такую шнурковую пляжу подшивала между собой вот и и наверное чем я хотела сегодня с вами еще поделиться ну во первых я разыграла две открытки под предыдущим видео вот как раз под тем видео с покупками с подарками из шалью из шотландии я сказала что выберу двоих победителей и отправлю открытки в общем девушки обратите внимание пожалуйста я ответила на этот комментарий я выбрала комментарий сама два комментария которые мне понравились больше всего написала что вы выиграли открытку ответ для комментарии и плюс скриншоты с этими комментариями я выложила в свой телеграм-канал советую вам кстати подписаться на мой инстаграм-канал и на ее телеграм-канал в инстаграме у меня скорее какой-то такой спонтанный контент если мне что-то понравилось я делюсь или может быть где-то вот что-то мы ходим я сфотографировала и делюсь настроением до каким-то ну какими-то эмоциями каким-то вот мгновенным моментальным контентом плюс в instagram у меня каталог вязаных изделий то есть этот каталог готовых работ я стараюсь там сохранить информацию там какая пряжа и что за что за изделие по какому мастер-классу и так далее что касается telegram но понятно instagram не всем доступен telegram по моему доступен всем обязательно подписывайтесь на telegram потому что в telegram кроме того что у меня там анонс всех видео происходит вы сразу видите я стараюсь выпустить видео и сразу в instagram в telegram выложить до что она вышла плюс все мои розыгрыши все какие-то такие информационные моменты они все происходят вот там вот в telegram какие-то новости все это там я не очень активно везу веду телеграм и с другой стороны откуда у вас время каждый день читать такие какие-то огромные посты я берегу ваше время скажем так никакие огромные посты в telegram не выкладываю только там коротко по делу и вот как раз все розыгрыши все у меня в телеграме и там я опубликовала два скриншота как раз теми комментариями которые выиграли открытки катя мне уже ответила а ирина еще нет поэтому я жду или на вас тоже в личных сообщениях и ваш адрес мне обязательно нужно чтобы отправить открытку ну и я анонсировала громко в этом видео что я подарю вам подарок я сижу сейчас в круглой кокетке много вопросов получаю именно про это изделие я согласна но красивая мне она нравится в общем это круглая кокетка анютины глазки по моему описанию и это описание вообще она входит в платную группу нашу с аурикой о совместное вязание но я решила вам его подарить в общем оно такое специфическое это не попетельная какой-то мастер-класс не попетельное описание это скорее инструкция что делать чтобы связать круглую кокетку вот такую с таким узором из любой пряжи любого состава любой толщины любым размером спиц я вязала на тонких спицах эту круглую кокетку и вот здесь у меня более толстый хлопок он в две нити связан у меня вот этот топ да вот эта футболка потом я вязала эту круглую кокетку также из мельноса с махером из мясовки с мясовки тоже прекрасно смотрится в общем там такая инструкция скорее в телеграме я сделаю пост где оставлю как раз ссылку на это видео это вся инструкция на в одном видео собрано там рассказано как связать и там есть такой моментик для того чтобы рассчитать петли нужно воспользоваться таблицей и вот здесь у вас могут возникнуть сложности кто-то там не может например скачать google таблицу и так далее там под этим постом вы можете дать мне необходимые параметры и я сделаю для вас индивидуальную таблицу по которой вы свяжете вот эту круглую кокетку в общем это мой вам подарок вяжите пожалуйста лето только началось хочу увидеть много круглых кокеток анюти на глазки делитесь что получается что не получается в общем мне очень хочется чтобы это изделие вот эта красивая круглая кокетка чтобы она пошла массой чтобы как можно больше людей и и связали вот на этом наверное у меня все на сегодня еще небольшое объявление в связи с тем что я выхожу на работу наверное у меня не получится часто появляться на канале скорее всего это будут видео где-то раз в две недели в общем я стараюсь не зарекаться может быть наоборот у меня как-то больше вязального контента появится а может быть нет в общем я постараюсь не пропадать раз в две недели буду стараться выпускать видео какие-то влоги о том как вообще как мне работа как я успеваю вязать как я справляюсь с этим совсем в общем на этой ноте радостной я прощаюсь с вами желаю вам отлично отличного лет там много солнца моря в общем всего что чем только может лето быть прекрасным ягоды фрукты и овощи в общем все это летом наполняет нас на целый год здоровьем чем проведите это лето по полной накопите много солнечной энергии витамина д на весь оставшийся год и постараюсь надолго не пропадать прощаюсь с вами до скорых новых встреч пока пока